Эта береговая линия в микрорайоне КСМ уже давно стала излюбленным местом отдыха. После пикников здесь, как правило, остаются горы мусора. И это несмотря на то, что специальные контейнеры находятся буквально в нескольких метрах от реки. Сотрудники Сочинского водоканала участвуют в экологических акциях ежегодно. В этот раз решили очистить именно это красивое, но захламленное место. Вооружившись перчатками и мусорными мешками, всем дружным коллективом водоканальцы принялись за уборку. Вот вы можете сами убедиться, как происходит отдых некоторых наших граждан и что после них остается. Призываю также не только наших сотрудников, не только сотрудников водоканала, а всех жителей города поучаствовать в этом мероприятии. И не обязательно это нужно делать только в день эколога. Это нужно делать постоянно, это нужно делать целенаправленно. А прежде всего хотел бы попросить, вы, выходя отдыхать на природу, убирайте за собой, пожалуйста. Чистота берега и реки для сотрудников Сочинского водоканала особенно важна, ведь недалеко от этого места находится главный водозабор, снабжающий питьевой водой центральный район Сочи. Сегодняшняя акция наша направлена на то, чтобы хоть какой-то внести вклад, лепту в очищение нашей природы, источника питьевой воды всего города. Собственно, поэтому коллектив здесь. Для Романа Паломарчука участие в этой акции важно вдвойне. Коренной Сочинец уже пять лет подряд выходит на субботники, чтобы навести чистоту и поддержать экологию курорта. Очень плохо, что мы проводим такие акции не в части, чтобы высаживать новые деревья, кустарники, благоустройства территории, а убираем мусор за кем-то. Вот эту ситуацию надо менять, и мы пытаемся это сделать своим примером. Полностью очистить берег протяженностью 100 метров работникам водоканала удалось буквально за 15 минут. Каждый собрал по полному 80-литровому мешку мусора. И теперь только от сознательности жителей микрорайона зависит, надолго ли сохранится чистота этого места отдыха. Татьяна Говоркова, Ярослав Пархаев, телекомпания ФКТ.